Игорь Гришин Итак, сегодня мы постигаем игру, которая позволяет стратегически мыслить и стать успешным, счастливым, мудрым человеком. А поможет нам в этом Игорь Алексеевич Гришин, президент Федерации ГО. Вот так называется эта игра. Игорь Алексеевич, добрый день. Здравствуйте, Мария. Спасибо большое, что приехали. Давайте сразу обозначим, ГО это японские шашки, да или нет? Вот коротко, если можно. ГО это самая древняя игра в истории цивилизации. Вот так вот. Но об этом можно поспорить. Я думаю, что с шахматистами как раз вы по этому поводу и бодаетесь долгое время. Но об этом тоже поговорим. Нам не надо бодаться, у нас все доказано. Доказательства на руках. Прямо сейчас. Хорошо. Игорь Алексеевич, вначале у нас блиц-опрос, короткий вопрос, короткий ответ. Я вам из двух понятий предложу выбрать одно. Прямо буквально пять вопросов. Палочки или вилка? Палочки. Осень или весна? Весна. Автомобиль или яхта? Яхта. Город или деревня? Деревня. Путешествие или отдых дома? Трудно ответить. Путешествие. Хорошо. Игорь Алексеевич, справились отлично. Сейчас смотрим ваш послужной список, визитку на вас, потом возвращаемся в студию. Игорь Гришин, президент Федерации ГО. Получил третий любительский дан по игре ГО в городе Харбин Китайской Народной Республики. Исследователь, основатель и руководитель школы воинского искусства УШУ. Автор ряда статей, посвященных игре ГО, а также взаимосвязи между боевыми искусствами и игрой ГО. Так, друзья, Игорь Алексеевич Гришин, президент Федерации ГО, исследователь, основатель, руководитель школы воинского искусства УШУ и стратегической игры ВЕИЦ. И сегодня в гостях самого времени в Чебоксарах. Игорь Алексеевич, вы в Москве, как в Чебоксарах, по какому поводу очутились и почему? Дмитрий Донсков пригласил нас в Чебоксары. Так. И мы были просто поражены красотой этого места. Чебоксары очень красивый и богатый город. Это вот москвич говорит. Да, это говорит москвич. Где все прелести города, мегаполиса. Есть такие прелести, которые видны только со стороны. Как вам на скидку? Чистота, простор, модульность города, спокойствие, отсутствие автомобильных пробок, выхлопок, сладкий воздух. Можно продолжать? Я знаю, что вы матушку ходили смотреть нашу. Да, нам очень понравилось. В два часа ночи это восхитительное зрелище. Хорошо. Вот мы обозначили ГО и ВЕИЦ. В чем разница или нет никакой? Это просто разные. Только в названиях. Японцы говорят Иго. Китайцы говорят ВЕИЦ. Что за игра? Вот давайте сразу обозначим. Это самая загадочная игра в истории нашей цивилизации. Игра, в которой человек противостоит компьютерам и еще очень долго будет противостоять. Я слышала, что компьютер не постиг еще эту игру и играть не может, да, в отличие от шахматы? Ну, как постиг, и написаны хорошие программы. Программы компьютерные хорошо играют в угол, но обыграть человека им не под силу. Не могут пока. Нет. Хорошо, вот вы говорите, игре более 5000 лет. А почему именно сейчас опять расцвет популярности? Из-за того, что мода на все восточное? Нет, ну это игра, которая, во-первых, была модна в узких кругах всегда. А во-вторых, сейчас мы постепенно дотягиваемся к сложным вещам. Вот сейчас в наше время. Давайте посмотрим на доску Го. Так. Это матрица 19 на 19. Как вам такая размерность, Марина? Сумасшедшая. Я и в шахматы, это очень печально. Количество вариантов этой матрицы примерно соответствует количеству атомов в трех галактиках. Ну вот, почитала я эту информацию в интернете, а кто подсчитывал? Японцы, можно поверить. А значит, предугадать и просчитать все варианты невозможно. Или как? Или кто-то умеет это делать? Раз такое количество... Мы сейчас говорим о машинном интеллекте, да? Давайте его отчертим на этой доске. Давайте. Предположим, это интеллект подвластный человеку. Так. Матрица 19 на 19. Так. Теперь отчертим то, что подвластно компьютеру. Так. Ясно. Полный перебор. Ясно. Машина едва-едва справляется вот с такой размерностью задачи. Да вы что? Да. Хорошо. А человек без проблем? Без проблем. Хорошо. Игорь Алексеевич, я знаю, что в Москве проходят уже турниры вообще по России, да, и в мире. В Чебоксарах возможно, чтобы когда-нибудь такое случилось? Да. Мы будем теперь думать об этом, потому что Чебоксар – это очень красивое место. Я знаю, что клуб у нас открывается. В микрохирургии глаза сегодня был открыт клуб. Так. И это очень связано с ГО, потому что ГО учит нас видеть. Угу. Так. Ну, это вот такие вот восточные мудрости, это что значит? Вот такие вот глаза. Просчитывать наперед? Вот такие вот глаза. Так. Видеть означает воспринимать. Угу. И потом думать над тем, что ты воспринял. И как-то это реализовывать, конечно. Угу. Угу. Учить стратегическому мышлению эта игра. Видеть – это глубже. Видеть – это увидеть проблему. Угу. Это быстро. Это быстро, и это точно, и это эффективно. Хорошо. Я знаю, поправьте, если не так, Сергей Кириенко помощников и подчиненных себе выбирает только из числа людей, которые умеют играть в ГО. Так или нет? Или это все вот уже ходят легенды вокруг игры? Мы не знаем, но может быть так. Кстати, а можно вот кого-то из политиков, известных людей назвать, кто увлекается этой игрой? Да, конечно. Насколько я знаю, в России очень известные люди играют в ГО. Вы знаете, даже у нашего президента, мне кажется, есть комплект игры ГО. Я могу ошибаться, конечно. Да. Вдруг это легенда. Хорошо. А женщины способны их дать? Потому что, ну, про нас-то говорят, что отсутствие всякого логического мышления под силу эта женщина, да? Да. Да, конечно. Женщины – это очень потенциальное существо. А ГО, оно без какой-то определенной мягкости и созерцательности невозможно. Угу. Вот. Женщины тут готовы дать мужчинам фору. Хорошо. Ну, попробуем. Научите мне, Игорь Алексеевич. Конечно. Давайте, да, основные какие-то моменты. Ну, вот то, что поле 19 на 19 уже мы узнали. Я предлагаю вам черный цвет. Еще есть вот такие вот… Это как, камешки называется? Называется камни. Угу. Так. Черный и белый. Я предлагаю вам черный цвет. Почему? Потому что черные ходят первыми. А, хорошо. То есть фора уже есть у меня какая-то, да? Да, да, да. Так. Научиться ГО очень просто. Мы научимся прямо сейчас. Давайте. Камень берется… Вот так вот? Да. А почему именно так? Так, красиво. Красиво. И ловко можно поставить. Да. Постепенно рука привыкнет к себе, пальцы прямые. Нужно поставить на пересечение. Да. В принципе, на любое свободное пересечение. Но лучше пойти в левый угол, ближе к сердцу вашего партнера. Угу. На любое пересечение вот в этом углу. Вот туда? Да. Мне поставить? Можно прямо в обозначенную точку. Вот сюда? На пересечение. Окей. Вот так. Так. Это первый ход. Все. Вы уже научились ходить. Далее ходы делаются по очереди. Задача – огородить доску черными и белыми камнями, взяв в себе не меньше, чем у партнера. Все. Территорию какую-то. Да. В процессе дележа камни можно съедать, съеденный камень кладется в крышку. Угу. В конце партии подсчитываем территорию и съеденные камни. Так. Мы уже в искусстве. Играть продолжим сразу после сюжета. Посмотрим, как известные люди чебоксары играют в ГО и возвращаемся в студию. У Михаила черный пояс. Правда, не по каратэ. Обладателем цветного аксессуара можно стать, играя в ГО. В единственном в чебоксарах китайском ресторанчике собрались профессионалы и просто любители этой игры. Тем более, что Китай – родина ГО. Профессионалы, приезжие среди любителей, пока только Дмитрий Донсков. Ищу, ищу. Но вот уже друзья заинтересовались, даже жена заинтересовалась. Да. Так что, ну, она интересная, реально. Повар ресторана, хоть и родом из Поднебесной, но искусство черных и белых камней для него загадка. Чуть-чуть умею, но плохо делаю. Ну, я когда в школу учил, когда маленький ребенок, там в школу учили в Эйчи. А честное, если плохо. ГО – игра для избранных. Обычный комплект, например, как этот, вам обойдется в несколько тысяч долларов. Сделал его японский мастер. Белые камни вырезаны из раковины хамагури. Самый дорогой комплект ГО в Японии, такой, из новых, то есть это мы не берем антиквариат. Вот новый, нормальный комплект, дорогой, стоит примерно 150 тысяч, до 150 тысяч долларов. ГО похоже на ритуал. Профессионала всегда можно отличить от новичка по наличию веера. У Игоря третий дан. Для европейца это высокий результат. Был пример партии, когда мастер размышлял на входом в три часа. И, сделав его, заставил своего оппонента также погрузиться в трехчасовую раздуманную. ГО – игра закрытая. Как говорит Игорь, нельзя разглашать именно тех, кто занимается этим китайским искусством. В Чебоксарах Дмитрий хочет открыть клуб любителей ГО. Так что у нас эта игра станет доступной для всех. Игорь Алексеевич Гришин, президент Федерации ГО. Сегодня в нашей студии мы продолжаем играть в эту игру успешных людей, которая позволяет мыслить перспективно и стратегически. Все правильно? Еще масштабнее. Еще масштабнее. Хорошо. Игорь Алексеевич, давайте в следующий второй ход, и мы продолжим беседу. Что вот дальше можно делать? Теперь вы выбираете вашу стратегию. Ходите. В принципе, углов четыре на доске, поэтому их не очень много, как говорят в ГО. Надо успеть занять себе не меньше двух. Чтобы хотя бы попало в ГО. Да, выбирайте любой. Так.